В преддверии Нового года и Рождества в Брестке горисполком на торжественный прием к мэру города Александру Рогачуку были приглашены 22 талантливых учащихся школ, лицеев и гимназий. Такой чести может быть удостоен не каждый, но эти юноши и девушки – самый ценный капитал Бреста. Его – золотая молодежь, будущие медики, спортсмены, юристы и программисты, педагоги и экологи. Каждый ребенок в чем-то одарен и задача педагогов, родителей – вот этот божий дар, который дан человеку раскрыть, а задача уже молодого человека – потом дальше развивать себя. Поэтому, скорее всего, это, как мы говорим, слет победителей этого года. Ребята, которые достигли в этом году больших успехов в учебе, в общественной жизни, в спорте, уверен, что эта традиция будет жить очень долго. Она будет жить всегда, пока существует наш город, когда есть такое отношение со стороны главы нашего государства, в целом местной власти, к нашей молодежи. И вот это ощущение какой-то теплоты на сердце, гордости за нашу молодежь – это тоже итог сегодняшней встречи с этими замечательными, одаренными брещанами. В адрес ребят прозвучали в этот день слова заслуженных поздравлений. Ведь они являются не только гордостью своего учебного заведения, но благодаря их достижениям растет слава и престиж Бреста. Подарочные сертификаты, а также сладости стали приятным дополнением ко всем сказанным словам. Но самая главная награда для каждого из них – то, что их заслуги заметили и оценили на таком высоком уровне. Сюда я попала за свою победу в прошлом году на Республиканской Олимпиаде по обществу веде, это было очень волнительно. На самом деле, я, наверное, ставила перед собой такую цель – дойти до конца, то есть набраться как можно больше знаний, чтобы показать максимум, на что я способна. В этом мне очень сильно помог мой руководитель, моя педагога Зелинская Светлана Людвиговна, потому что без нее у меня абсолютно ничего бы не получилось. И это было действительно как сказка, когда я выиграла, когда я поняла, что я могу, я способна на это. Я здесь впервые, я очень волнуюсь, и я здесь, потому что я спортсмен и призер чемпионата Беларуси по прыжкам на бутусе, в дисциплине синхронные прыжки. Сегодня здесь собрались самые талантливые дети нашего города, и я здесь оказался. Я очень удивлен, и это говорит о том, что нет ничего невозможного, нужно поставить цель и идти за ней. Отличники учебы, победители различных этапов республиканских олимпиад, научно-практических конференций, спортивных состязаний, всевозможных фестивалей и конкурсов. Эти учащиеся, как никто, знают, что такое результат – это не удача или совпадение, а закономерная награда за упорный и кропотливый труд. Сюда я попал благодаря своему диплому на заключительном этапе по биологии. У меня второй диплом, и в прошлом году у меня в 10 классе был второй диплом, в 9 классе третий, и побывав в прошлом году, такая знаменательная дата была – 21 число, 21 века, 21 года. На таком же мероприятии я как-то посмотрел, что нашу молодежь поддерживают. Мне захотелось достичь еще большего, чтобы попасть сюда еще раз. Я являюсь активной участницей разных мероприятий, разных олимпиад, которые проходят в моей школе и вне школы. В последний раз я участвовала в олимпиадах по биологии, по физкультуре и по французскому языку. Я считаю, что эта встреча дает большой стимул для ребят стараться и двигаться вперед. Талантливых юношей и девушек в этот день поздравили, а также узнали об их планах на будущее. Глава города Александр Рогачук и председатель городского совета депутатов Николай Красовский. Без подарка в этот день не остался и самый юный участник встречи, победитель 11 конкурсов юных чтецов Родион Деменчук. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.